Операционная система номер 13. Установленный продукт PC Tools Internet Security версия 2012 года. Номер версии 9.1.0.2.9.0.0. Версия баз данных 6.2.1.0.8.0. Сейчас мы находимся на сайте продукта. Здесь вместо привычного нам Internet Security, который ранее присутствовал, теперь находится сообщение от компании Symantec, которая сообщает о том, что в рамках проведения модернизации с 18 мая 2013 года группа продуктов, в том числе Internet Security, отправлены в отставку и более не будут разрабатываться как продукты. Производитель рекомендует перейти со скидкой на продукт Norton Internet Security. Продукты PC Tools Spyware Doctor, PC Tools Spyware Doctor with Antivirus и PC Tools Internet Security более не поддерживаются. Лицензии, которые были приобретены до того момента, в том числе и наша тестовая лицензия, будет действовать до окончания своего срока. Продлеваться лицензия не будет. Таким образом, на момент, когда я готовил к тестированию продукт и устанавливал его, он еще существовал фактически. Теперь он существует только теоретически, никаких обновлений к самому продукту, к его компонентам не производится. Продукт будет до конца работать в том варианте, в каком он сейчас есть. Обновляются только базы. Данное тестирование продукта PC Tools, можно сказать, теперь последнее тестирование. Исходя из того, что данный продукт построен на двигателе Symantec и особенность работы продукта может заключаться в том, что поступающие из интернет ресурсы могут рассматриваться им несколько по-другому. Поэтому базы, которые я обычно копирую из флеш-носителя, как и в случае с Norton Internet Security, я буду загружать из сети. Более того, продукт имеет двойную настройку. Есть базы стандартные, есть базы расширенные. Исходя из этого, тестироваться будут две машины. Машина номер 13, где сейчас установлен продукт в стандартном варианте. И машина номер 14, где продукт установлен в расширенном варианте с расширенными базами. Номер у баз везде одинаковый. Поэтому после того, как мы проведем тест в данном варианте, я выполню восстановление второй машины, номер 14, где установлен расширенный вариант и мы продолжим работать с ним. Приступаем к загрузке из интернет-паковок с файлами, которые содержат зловредный код. Для этого я использую специальный сайт-хранилище. Выполняется загрузка первого из восьми архивного блока. Первый файл загружен, загружается второй архивный блок. Выполняется загрузка третьего блока архивного на рабочий стол. Выполняется загрузка четвертого архивного блока на рабочий стол. Загружен четвертый архивный блок, загружается пятый архивный блок на рабочий стол. Выполняется загрузка шестого архивного блока. Загружается седьмой архивный блок. Загружается последний восьмой архивный блок. Все объекты загружены. Приступаем к распаковке. Настройки продукта на умолчании. Единственная настройка, которая изменена, это автоматическое принятие решений в случае обнаружения угроз. На умолчании стоит запрос пользователю. Соответственно, что на каждую угрозу здесь дать ответ, это затратить достаточно большое количество времени, не имеет смысла эта операция. Запускаем извлечение, вводим пароль. Начинается процесс распаковки. Он происходит достаточно быстро. Запущен таймер. Появляются уведомления о обнаруженных угрозах. Нагрузка на систему. Процессор 41%. И далее архиватор занимает объемы памяти. Затраты антивируса минимальны. Прошла минута 8 секунд. Распаковка заканчивается. 8 290 объектов в папочке. И количество начинает сокращаться. Появляются уведомления о обнаружении различной степени тяжести. Нагрузка на систему. Основной работающий файл 19. Нагрузка на процессор 42%. Инфекции постепенно обнаруживаются. Останавливаю таймер 3 минуты 14 секунд. Более угрозы не удаляются. И никаких алертов не появляется. 8 279 объектов сейчас содержатся в папочке. Запускаем проверку по требованию. И запускаем учет времени. Процесс сканирования начинается. Мы видим, что угрозы различной степени тяжести перечисляются высокого риска, слабого, среднего и просто для информации. Нагрузка на систему. Процессор 50%. Основной работающий файл 31. Обработано 20% файлов в папочке. Количество прежней, потому что фиксация будет проводиться после того, как сканирование закончится. Прошло 3 минуты 13 секунд. Нагрузка на систему. Процессор 45%. Основной работающий файл 28. Обработано 40% содержащихся в папочке объектов. Прошло 5 минут 50 секунд. Нагрузка на систему. Процессор 56%. Основной работающий файл 31%. Обработано 60% содержимого папочки. 8 минут 44 секунды прошло с момента начала. Нагрузка на систему. Процессор 63%. Основной работающий файл 36%. Обработано 80%. Прошло 11 минут 58 секунд. Нагрузка на систему. Процессор 45%. Основной работающий файл 31%. Удобно то, что помимо процентного состава программа указывает количество времени, которое приблизительно остается до окончания сканирования. Обработано 95%. Прошло 14 минут 12 секунд. Нагрузка на систему. Процессор 28. Основной работающий файл 13. Остается еще несколько процентов. Процесс обнаружения закончен. Начинается процесс фиксации. Всего было обнаружено 671 классификация зловредных объектов. Выявлено 8262 инфекции. Так как была выставлена галочка автоматического перехода на удаление объектов, сейчас программа автоматически выполняет удаление. Классификация, которую мы видим, распределяется от высокого риска через средний к низкому. Ожидаем окончания этого процесса. Таймер продолжает отсчитывать время. Нагрузка на процессор 35%. Основной работающий файл 22. Обработано 30% обнаруженных угроз. В папочке находится 4540 объектов и количество уменьшается. Прошло 27 минут 8 секунд. Нагрузка на систему процессор 44%. Основной работающий файл 24. На 45 минуте, когда процесс достиг 38%, происходит зависание окна. Угрозы более не удаляются. 3503 файла находятся в папочке. Я останавливаю таймер. Нагрузка на процессор незначительна. А на основной работающий файл ее нет фактически вообще. С чем связано зависание в процессе удаления угроз, я не знаю. Вот у нас открываются настройки самостоятельно. Хотя я ничего здесь не нажимал. Все притормаживает. Продукт притормаживает. Окна закрываются, открываются, как вы видите, с большим замедлением. И по всей видимости придется запоминать время и проводить сканирование удаления оставшихся угроз отдельно. В итоге программа закрывается и в трее ее нет. Запускаем еще раз PC Tools. Смотрим Kill Switch. В системе присутствует 5 процессов PC Tools. Однако главное окно не загружается. Можно попробовать еще раз просканировать данную папочку. А мы это сделать не можем. Сканирование находится в работе, сообщает нам PC Tools. После выполнения перезагрузки программа загружается в нормальном режиме. Никаких проблем с работой нет. Все компоненты работают. Версия программы прежняя. Никаких изменений не наблюдаем. В папочке по-прежнему 3503 объекта. Запускаем еще одно сканирование. Запускаем таймер. Автоматическая фиксация обнаруженных угроз подключена. Нагрузка на систему составляет процессор 46%, основной работающий файл 28. Заканчивается процесс определения угроз и начинается автоматическое их удаление. Было обнаружено 475 видов зловредов различных, 3485 инфекций. Пока нагрузки никакой не наблюдаю. Программа должна автоматически перейти в режим удаления угроз. В папочке сейчас 3492 угрозы. Некоторое количество было удалено. Давайте будем ожидать дальнейшего решения вопроса. Вновь зависание. Процесс ожиданий ни к чему не приводит. 3492 файла в папочке. Если посмотреть Kill Switch, то все процессы находятся во вне работоспособном состоянии. Никакой нагрузки нет. Сбрасываю данный процесс и пробую еще раз выполнить сканирование. Была выполнена еще одна перезагрузка. Смотрим продукт. Все находится во включенном состоянии. Защита включена. Никаких проблем нет. Переходим к сканированию из программы. Запущен процесс сканирования файловой системы. Указанного пути. В данном случае наша папочка. Запущен таймер. Автоматическую фиксацию я отключаю. Заканчивается процесс определения угроз. Прошло 7 минут 3 секунды. Было обнаружено 3473 зловредных объекта. 475 видов. Все объекты выделены. Запускаем фиксацию. И продолжаем учет времени. Пока нагрузка на систему держится. Процессор 58%. Основной работающий файл 24. И количество объектов начинает уменьшаться. Включается график, который показывает процентное соотношение удаленных объектов. Очередное зависание в процессе удаления угроз. На 26% система останавливается. Нагрузок нет. 2173 файла на остатке. Прошло 18 минут 18 секунд. Смотрим нагрузки. PC Tools отдыхает. В итоге программа зависает. Либо ожидать отклика, либо закрывать программу. Выполняем перезагрузку. Выполняем еще одно сканирование оставшихся объектов. Начинается процесс определения зловредности находящихся в папочке файлов. Заканчивается сканирование. Было обнаружено 1284 угрозы. Запускаем процесс ликвидации. И продолжаем учет времени. Файлы в папочке вновь начинают сокращаться. Заканчивается процесс удаления. В папочке остается 894 файла. Выполняем еще одно сканирование. Время, которое было затрачено на последнее сканирование 7 минут 14 секунд. Всего на сканирование было затрачено 1 час 30 минут 59 секунд. Выполняем сканирование из программы. Была обнаружена одна угроза. Прошло 15 секунд. Фиксируем. Угроза удалена. 18 секунд и в папочке 893 файла. Сканируем данную папочку Hitman Pro. Из 893 файлов Hitman Pro считает зловредными 835. MCSoft Emergency Kit зловредными из оставшихся считает 841 объект. Оставшиеся объекты были запакованы в архив без какого-либо предупреждения антивируса. То есть действительно в оставшихся объектах никакой зловредности наш защитный продукт не наблюдает. Выполняется проверка сканирования портов от 0 по 1055 с учетом того, что в системе работает только бренд Mauer PC Tools. Заканчивается сканирование, все порты находятся в защищенном состоянии и проблем с безопасностью данный сайт не наблюдает. Напинка к MP Echo наш компьютер ответа не дает. Проверка основных особо опасных портов говорит о том, что все они находятся под защитой. Процент нераспознанных составляет 10,75% если рассматривать 893 объекта как оставшиеся зловредные. И 10,06% если рассматривать 835 объектов, которые подтверждаются данными Hitman Pro. Последнее контрольное сканирование папочки проходит очень быстро, никаких угроз не обнаружено. Теперь выполняем восстановление системы, где в базу интегрированы полные обновления. Запакованные объекты я сохраняю на отдельный носитель, чтобы впоследствии была возможность их использовать как оставшиеся после сканирования при проверке HIPS защиты. Восстановлена операционная система номер 14, продукт PC Tools, Internet Security. Выставлены максимальные настройки, ручное управление. В настоящий момент используются полные базы. Версия продукта 9.1.0.29.0.0. Версия антивирусных баз 6.2.1.0.80. Выполняется процесс загрузки архивных паковок с файлами, содержащими зловредные объекты на рабочий стол. Первый архивный блок загружается. Загружается второй архивный блок. Загружается третий архивный блок. Загружается четвертый архивный блок. Загружается пятый архивный блок. Загружается шестой архивный блок. Загружается седьмой архивный блок. Загружается восьмой, последний архивный блок. Все компоненты загружены. Программа настроена на максимальный детект. Приступаем к распаковке архива. Вводим пароль. Начинается распаковка. Открываем папочку. Появляется уведомление о обнаруженных угрозах. Заканчивается распаковка архива. Прошло 2 минуты 5 секунд. В папочке 8211 угроз. И количество этих объектов сокращается. Нагрузка на систему составляет. Процессор 52%. Основной работающий файл 21. Всплывающие окна программы подвисают. И находятся в состоянии ожидания. Однако количество объектов в папочке сокращается. При этом нагрузка на систему незначительна. Процессор 38%. Основной работающий файл 17. Прошло 12 минут 19 секунд. В папочке содержится 7686 объектов. Количество файлов продолжает сокращаться. Нагрузка на систему составляет. Процессор 36%. Основной работающий файл 27. Автоматическое удаление угроз прекращается. Прошло 19 минут 3 секунды. В папочке остается 7534 объекта. При этом окошечки антивируса продолжают находиться в состоянии неработоспособности. Программу вызвать тоже не представляется возможным. Она находится в состоянии зависания. В итоге программа выгружается. Принудительно программа не запускается. Смотрим данные Kill Switch. Во-первых, что касается пиковых нагрузок. Максимальный пик виртуальной памяти составлял 1.22 ГБ. Максимальный пик физической памяти составлял 250.03 МБ. Согласно данным Kill Switch, процессы PC Tools, кроме TREA, присутствуют в системе. Но ни один из них никакой нагрузки за собой не несет. Запоминаю таймер 19 минут 3 секунды и выполняю перезагрузку компьютера, чтобы продолжить уже теперь сканирование оставшихся объектов. Выполняется проверка по требованию после перезагрузки компьютера. Запущен таймер. Выполняется процесс обнаружения угроз. И одновременно антивирусный модуль обнаруживает угрозы и принимает по ним решение. По окончанию сканирования программа автоматически приступит к процессу удаления угроз. Процесс обнаружения угроз завершается. Было обнаружено 7493 зловредных объекта. Прошло 14 минут 15 секунд. Разновидности угроз 656. Начинается процесс удаления объектов. Файлы сокращаются в папочке. Нагрузка на систему процессор 55%. Основной работающий файл 45. Прошло 3 часа 5 минут 36 секунд. Компьютер уже какое-то время, около 20 минут, висит вот в таком состоянии. 4424 файла остаются в папочке. 20% обработано. И никаких действий более программа не предпринимает. Нагрузки как таковой нет. Смотрим процессы. Процессы PC Tools практически ничего не делают в системе. Остается только одно. Это выполнять вновь перезагрузку и заново продолжать процесс сканирования. Компьютер был перезагружен, после чего вновь запускается сканирование по требованию данной папочки. Некоторые угрозы были дополнительно обнаружены и удалены. Продолжается процесс определения, после чего мы приступим к удалению обнаруженных объектов. Заканчивается процесс обнаружения угроз. Обнаружены 4374 инфекции. Начинается процесс удаления этих зловредных объектов. И в папочке мы видим сокращение объектов. Шкала процентная начинает движение к 100%. Очередное зависание прошло 16 минут 39 секунд. На 17% останавливается процесс удаления угроз. 2929 файлов на остатке. Процессы PC Tools никакой активности. Вновь перезагрузка и пробуем сканировать из самой программы. Очередная перезагрузка компьютера и запускается из самой программы процесс сканирования файлов и неизвестных файлов. Начинается обнаружение угроз. Запущено в очередной раз таймер. Ожидаем окончания процесса. Нагрузка на систему процессор 48, основной работающий файл 30. Выполнена еще одна перезагрузка и вновь запускаю сканирование. Дело в том, что предыдущий процесс зависает. Помимо того, что не удаляет угроз, зависают и все работающие программы вместе с программой PC Tools. В папочке остается 2904 объекта. Еще одна попытка удаления обнаруженных зловредных объектов. Еще одна перезагрузка в связи с полным зависанием системы и вновь попытка выполнить сканирование оставшихся объектов. Очень хочется все-таки закончить эту процедуру. Причина зависания и невозможности выполнять работу мне непонятна. Detect выполняется, процесс удаления нет. Никаких интернет-ограничений у программы нет. У нее есть собственный блокиратор обновлений, который задает вопрос пользователю, нужно ли обновить базы или нет. Поэтому никаких каких-то дополнительных блокировок в системе программа не требует. И тем не менее, все равно чего-то не хватает в работе продукту. Ожидаем окончания этого процесса. Выполнено сканирование, обнаружено 2823 угрозы и начинается процесс очистки. Будем надеяться на то, что в этот раз программе удастся завершить процесс удаления объектов. И не придется еще раз перезагружать систему. Заканчивается наконец сканирование системы. Всего сканирований с учетом сбросов было 8. Восьмое сканирование наконец заканчивает процедуру. Остается в папочке 161 объект. 13 минут 1 секунда. Это последнее затраченное время с учетом сканирования. Потому что каждый раз приходится пересканировать папочку заново. Таким образом, общее время сейчас составляет 4 часа 55 минут 15 секунд с учетом всех сканирований, которые проводились. Остается провести последнее сканирование. Это контрольное сканирование из программы. Выбираем путь к нашей папке и выполняем сканирование. Более угроз не обнаружено. 161 это окончательная цифра с настройками на максимум. Выполняем сканирование папки Hitman Pro. 99 зловредных объектов видит здесь Hitman. MCSoft Emergency Kit считает зловредными 102 объекта. Оставшиеся файлы были запакованы в архив. Никаких предупреждений и ограничений с этими файлами более от нашего защитного модуля не поступает. Процент нераспознанных составляет 1,93% если рассматривать 161 объект как оставшийся зловредный. И 1,19% если рассматривать 99 объектов которые подтверждаются Hitman Pro. Максимальная нагрузка на виртуальную память составляла на пике 1,26 ГБ. Физическая память на пике использовалась максимально на 777-52 МБ. Нагрузка в моменте. Процессор максимально был замечен с нагрузкой 81%. При этом основной процесс максимально 45%. Однако стоит заметить, что касается работы программы, имеются некоторые особенности. Несмотря на то, что внешне программа не дает большой нагрузки на процессор, тем не менее программы подвешиваются в процессе удаления угроз и могут зависнуть в принципе до сброса компьютера, больше не выйдя из этого состояния зависания. Не работают никакие дополнительные компоненты, невозможно сделать перезагрузку. Какой-то модуль идет в конфликт с процессом работы компьютера при удалении какой-то угрозы. Возможно это связано с тем, что угроза не поддается удалению, в итоге зависает все. Поэтому говорить о нагрузке здесь достаточно сложно. Если мы попадаем на какое-то стечение обстоятельств, то здесь не важно, большая нагрузка была на память или маленькая, большая нагрузка на процессор или маленькая, компьютер будет находиться в состоянии зависания. Переходим к проведению синтетических тестов. Мини-секьюрити-тест. Запускаем. Тест не пройден ни по одному пункту. Антитест. Кейлогинг. Снятие клавиатуры осуществляется. Скриншоты. Выполняются. Клипборд. Копируем текст. Информация перехватывается. Защита системы. Первый ключ реестра размещается. Второй ключ реестра размещается. Тест не пройден. Запускаем коммода LeakTest. 34 теста все на месте, ни один не удален. Работает BrandMower PC Tools с максимальными настройками. Обнаружение зловредности. Блокируем. Обнаружение двух инфекций. IntelliGuard. Общий результат 190 баллов из 340 возможных. Следующий тест ColdTest. Попытка установить соединение посредством ИКМП с нашего компьютера на сторонний ресурс. Первое соединение устанавливается. Второе соединение устанавливается. Тест не пройден. LeakTest. Стартуем. Тест сообщает, что наш Firewall соединение выпустил в сеть и удалось соединиться со сторонним ресурсом. Тест не пройден. Регистрационный тест. Запускаем тестирование. Начинается попытка модификации ключей реестра. Все модификации выполнены, никаких предупреждений и блокировок не последовало. Переходим ко второй части. Это перезагрузка компьютера и просмотр результата тестирования. Компьютер рестартовал несколько раз, после чего появляется сообщение перед последним стартом, где программа тестовая сообщает, что наш компьютер подвержен возможным инфекциям, связанным с изменением реестра. Кейлогинг. Снятие клавиатуры осуществляется. Комплексный PC Security Test. Стандартное тестирование. Запускаем. Предупреждение о обнаружении угроз. Уведомление. И начинается процесс размещения в системных директориях опасных объектов тестовых. Наш антивирус должен заметить эту деятельность и пресечь ее. Если этого не произойдет, то по завершению тестинга программа самостоятельно удалит тестовые зловредные объекты из системных директорий. Заканчивается процесс ожидания, никаких алертов мы не получаем. Смотрим результат. Антивирусная защита 75%. Антиспай 1 0 и антихакинг протекшн 50%. Последний тест это PC Flank Leak Test. Запускается интернет эксплорер. Вводятся любые данные. Просматриваем результат. Наш фаервол данный тест не проходит. Информация через эту программу посредством интернет эксплорер была передана на сторонние ресурсы. И никаких предупреждений и блокировок мы не получили. Давайте попробуем посмотреть результат. Вот последний набранный мною текст, верхняя строчка. Информация находится на сайте. Стелс тест, проведенный на данном же сайте PC Flank, показывает, что при попытке установить пинг с нашим компьютером посредством различных технологий на ТКП и УДП, наш компьютер ответа не дает. Мы находимся в защищенном состоянии. Выполняется сканирование портов от нулевого по 1055 и с учетом того, что у нас работает в усиленном варианте BrandMower PC Tools. Заканчивается сканирование. Все порты находятся в защищенном состоянии. Проблем с безопасностью данный сайт у нас не находит. Смотрим суммарную информацию. Пинг ЭКМПЭХа ответа от нашего компьютера не получает. Проверка основных опасных портов показывает, что все они находятся под защитой. Никаких опасностей система не видит. Первая фишинговая ссылка заблокирована. Сработал Браузер Гаун. А также предупреждение PC Tools о обнаружении зловредности. Можно посмотреть более детальную информацию. Предупреждение. Фишинг. Следующая ссылка фишинговая заблокирована. Третий фишинговый сайт открыт. Предупреждение говорит о том, что сайт неизвестен. Предлагается провести тестирование. Четвертая фишинговая ссылка заблокирована. Пятая фишинговая ссылка заблокирована. Шестая фишинговая ссылка заблокирована. Седьмая фишинговая ссылка заблокирована. Восьмая фишинговая ссылка заблокирована. Девятая фишинговая ссылка заблокирована. И еще одна последняя, десятая фишинговая ссылка заблокирована. Таким образом у нас имеется 9 заблокированных фишинговых сайтов. И один открытый, но с предупреждением неизвестности. Следующий тест, тест на самозащиту продукта. Продукт представлен четырьмя основными процессами, один из которых это Browser Defender. С него мы и начнем выгрузку компонентов. Запускаем процедуру, выгружается TP1 и не восстанавливается. Теперь переходим к основным процессам 1668. Запускаем выгрузку, TP1 выгружает процесс и он не восстанавливается. Следующий компонент, Security Component, 1896. TP1, выгружается компонент и не восстанавливается. И последний компонент, 2560. Запускаем выгрузку, TP1 выгружает компоненты системы и он не восстанавливается. Давайте посмотрим, значок исчезает в трее, его нет. Открываем Коммода Kill Switch. Здесь я не наблюдаю ни одного процесса работающего PC Tools, который присутствовали. Теперь необходимо выполнить проверку. Первое, что мы делаем, запускаем сканирование. Продукт сообщает об ошибке. Предлагается перезагрузить компьютер для того, чтобы PC Tools Internet Security заработал вновь. По крайней мере, не молчит компонент, предупреждение есть. Далее, выполним распаковку. Вводим пароль. Начинается распаковка файлов. Мы видим, что она занимает минуту. Какой-либо нагрузки на систему сейчас не наблюдается. Процессор 41, WinRAR 20. Вижу, что у нас отключен интернет. Скорее всего, это связано с выгрузкой компонентов. Параллельно запускаю диагностику сетей. Для того, чтобы Windows попытался восстановить сетевые проблемы, которые сейчас мешают выходу в сеть. С сети у нас все понятно. DNS сервер не отвечает. Это блокировка нашего защитного модуля произошла. Подходит к концу распаковка файлов. Сейчас мы посмотрим, есть ли у нас хоть какие-то сработки по этим объектам. Распаковка закончена. Смотрим. 8300. Мы видим, что все файлы со значками легко читабельны. И сработок, нагрузок никаких нет. Это говорит о том, что антивирусная защита на горячую сейчас не функционирует. Таким образом, мы выгрузили все компоненты, которые являются частью защитного комплекса. Что привело к неработоспособности защиты на горячую и защиты по требованию. Тем не менее, интернет подключить пока не удается. Блокировка выполнена. И в случае отключения файрвол защиты мы не сможем выйти в сеть. Давайте попробуем запустить продукт. Стартует оболочка, которая сообщает, что у нас все выключено. А про компонент файрвол вообще ничего не известно. Ну что ж, приходится выполнять перезагрузку компьютера. Проверить сетевые защиты мы не сможем, так как у нас блокировка. Осуществляется своеобразная защита от выгрузки. Была выполнена перезагрузка компьютера. И мы приступаем к последней части тестирования. Это запуск оставшихся зловредных объектов. Я выбираю папочку, где осталось 161 угроза. Потому что запускать 800 с лишним объектов, скорее всего, будет просто нецелесообразным. Учитывая еще и тот факт, что продукт этот уже более использоваться не будет. И данный обзор является не более чем данью уважения продукту, который работал и использовался с 2003 года. По крайней мере, в 2003 году данный продукт получил название PC Tools. А с 2001 года компания существовала как таковая. В 2003 году ее приобретает Symantec, которая, собственно говоря, и поддерживала жизнедеятельность антивирусного направления. Приступаем к запуску объектов. В системе появляется Malva, Trojanva, Reven32, Kruptic. И файл исчезает из папочки запуска. Предупреждение. 18 объект. Intelligot. Обнаружение. Объекты сокращаются в папочке по мере запуска. Intelligot. 4 объекта инфицированных. Удаляется. Отказано в доступе. Но перезагружать сейчас я не буду компьютер. Блокированы угрозы. Высокий риск. Intelligot. 2 инфекции. Загружается коммуникатор. Невозможно установить связь. Средняя угроза ликвидирована. Обнаружение Intelligot. Высокий риск. Ошибка DL. После запуска около десятка программ. Сколько мы здесь запускали. Небольшое количество происходит сбой работоспособности компьютера. У нас выгружается во-первых наш антивирус. PC Tools нет в системе. По крайней мере значка продукта нет. Что касается Kill Switch. Давайте посмотрим есть ли процессы здесь PC Tools. Присутствует один процесс который отвечает за обновление. Сервис обновления остался. И все на этом. Зловреды выгрузили PC Tools из системы. В связи с тем что программа видеозаписи была заблокирована. И зловреды сбрасывали ее из памяти. Мне пришлось выгрузить все красные процессы. И здесь было около шести временно появляющихся. Вот один процесс еще остался. Непонятный. Но его выгрузить я не могу. После этого видеозапись стартовала. Не знаю сохранилась ли она или нет. Имеются ли в ней ошибки. Пока ответить на этот вопрос я не могу. Потому что проверить мне тоже не представляется возможным качество видеозаписи. В связи с тем что программа выгружена из системы и не отвечает. У нас также заблокирован интернет. Мы дошли при запуске до файла 926. Попытаемся запустить продукт в ручном варианте. Но вот он не работоспособен. То есть какой-то из зловредов легко выгрузил программы из памяти. В том числе и PC Tools попался под руку. И его тоже выгрузили без каких-либо вопросов и запросов. Выполняю перезагрузку компьютера. Ничего другого не остается делать. После выполнения перезагрузки компьютера система загрузиться нормально больше не смогла. Загрузилось средство восстановления Microsoft, которое попыталось восстановить системные файлы. После этого компьютер стартовал и получил PSOD. Информацию об этом вы можете наблюдать сейчас. После PSOD система загрузилась. Можно сказать нормально. Пока сказать и оценить насколько стабильно работает сейчас операционная система невозможно. Папочка из которой мы осуществляли запуск сейчас в настоящее время отсутствует. И мне приходится восстанавливать распаковав данные объекты вновь. Вот на этих объектах мы остановились. Давайте начнем только не с 1050, потому что он завершает работу всех программ и компьютер уходит на перезагрузку. Этого я делать не буду. Опасных процессов в системе нет, но это и понятно. Система восстанавливалась. Скорее всего они были просто-напросто уничтожены восстановлением. Перезапускать данные процессы я не буду. Я просто их суммирую впоследствии к общему количеству. Обнаружение угрозы среднего риска. Отсутствует DLL. Прекращена работа одной из запускаемых программ. Интеллигат. Обнаружение объекта. Отсутствует DLL. Начинается распространение в системе множения процесса. Но оно быстро пресекается. Не знаю, выполнила ли программа свои зловредные функции. Вот у нас TrenwareWin32FakeAV появляется. WormWin32Dropper. FarFly. Предупреждение о новых обновлениях. Так, здесь у нас какие-то фотографии. Вот закрыть не могу никак. Высокий риск. E-mail. Ворм. Постепенно количество зловредов в системе увеличивается. Еще одна инфекция обнаружена. Ошибка запуска. Удаление объектов. Наш компьютер инфицирован. Это фейк нас предупреждает. В системе присутствует 12 красных процессов. И происходят дополнительные манипуляции с процессами. Они появляются, исчезают. Кто-то пытается что-то сделать. Но пока у него это либо не получается, либо так и задумано. Постоянно осуществлять какие-то пинги. Закрываться, переоткрываться. Это своеобразное поведение зловредных объектов. Security Monitor. Компьютер предупреждения. Ваша система потенциально заражена. После выполнения перезагрузки, когда мы получили блокировку фейком, я запускаю компьютер в безопасном режиме и вручную отключаю данный фейк. Потому что все эти программы, принципиально, по крайней мере, те, которые я вижу последнее время, наподобие вот этого вот добра, вот он этот фейк, запускается замочек, программа называется Система прогрессивной защиты. Теперь так ее назвали. Она состоит из трех объектов. Значок, сам файл загрузчика и еще дополнительный файл с набором объектов для работы. Я сделал фотографии данного блокировщика. Потом я их вам покажу в конце обзора. Хотелось бы сказать, что блокировщик полностью выгружает все работающие процессы в системе и не позволяет стартовать ни одному приложению, чтобы обезопасить себя от каких-либо манипуляций по выгрузке. Даже компьютер отправить на перезагрузку невозможно. Только кнопка сброса способна его выключить или перезагрузить. При старте компьютера на некоторые программы наш антивирус задает вопросы о возможности их выхода в интернет. А вот это приложение с фотографией теперь запускается при стартинге автоматически. Продолжаем запускать зловредные объекты. Сработка PC Tools. То, что здесь сейчас присутствует, это те объекты, которые остались на момент перезагрузки. За исключением фейка, естественно, потому что фейк я удалил таким вот образом, перенеся его на рабочий стол. Сейчас он во внеработающем состоянии пребывает. Высокий риск. Теперь все приложения будут открываться вот таким вот образом. Придется запускать их, указав, что мы собираемся их именно запустить, потому что автоматически система не знает, как обрабатывать экзообъекты. Мы видим, что у нас здесь антивирус пытается что-то обнаружить и удалить. Невозможно запустить, отсутствует DLL. Обнаружен риск. А это у нас PTS GUI. Это у нас предупреждение нашего антивируса. Проблема какая-то у нас случилась, и антивируса в системе нет. Выгружается значок. Давайте посмотрим по процессам, потому что смысл продолжать запуск объектов, если антивируса фактически нет. Основные процессы PC Tools пока присутствуют в системе, оболочка только отсутствует. Давайте попробуем эту оболочку запустить. Стартует оболочка и говорит о том, что все в порядке, все работает. Высокий риск. Блокируем. Удаление зловредного объекта. Интеллигат. Два объекта обнаружил. Открывается интернет-страница. Закрываются, удаляются программы. Средний риск. Ошибка. Интеллигат. Сейчас мы наблюдаем в системе 17 красных процессов различного наименования. Продолжаем запускать зловредные объекты. Я не знаю, сколько еще хватит сил у компьютера. Работать ему уже тяжело. Большое количество объектов в системе присутствует. Плюс тут уже пошли мелкие видоизменения, которые просто неприятны в работе. Не стоит забывать также про фейк. И про то, что система уже была восстановлена. Невозможно запустить. В 64-битной среде отсутствует программа. Обнаружение высокого риска. Троян. Попытка установить связь у программы не получается. Отсутствует файл. Прекращена работа. Архиватор запускался. Так, вот еще подозрительный объект. Возможно тоже фейк. Интеллигат. Запустить файл или сохранить этот файл. MX3.0.24 Пускай просто сохранится где-нибудь на рабочем столе. Осуществляется загрузка этого объекта. 18 мегабайт он занимает. Отменяю запуск. Нам и без него здесь в принципе хватает количества объектов, которые уже в памяти присутствуют как зловредные. Я не думаю, что мы что-то потеряем. Попытка загружать и устанавливать объекты. Коммуникатор. Остается запустить уже не такое большое количество объектов. Мы приближаемся к окончанию. Отсутствие ДЛЛ. Высокий риск обнаружен. Блокируем. Открывается интернет-сайт. Не может запуститься. Пытается включиться спутник. Интеллигат. Два объекта обнаружила. Высокий риск. Блок. Объекты частично запускаются. Удаляются. И остается еще несколько файлов. Удаление. Антивирус удаляет зловредные объекты. Средний риск. Блок. Установщик срабатывает. Слабый риск. Блок. Удаляются некоторые объекты из системы. Последний файл был запущен. Интеллигат. Два объекта. Еще один объект. Здесь работает установщик. Сейчас в папочке 155 файлов. Давайте посмотрим, удалив все эти объекты, сколько файлов фактически здесь работает. Удалить не удалось 10 объектов. Эти 10 объектов в настоящее время запущены и работают на горячую. Поэтому удалить их невозможно. Данный фейк я удаляю, потому что я его здесь для информации только оставлял, чтобы показать. Требуется перезагрузка компьютера. Требуется перезагрузка компьютера. Пока я этого делать не буду. Вычищаю корзину. Смотрим kill switch. В настройках интернета что-то поменялось. Ну вот я вижу 22 красных процесса. Плюс дополнительно те, которые у нас уже были. Там было 6 красных процессов. Получается 28. Остальное ладно уж. Я больше не буду добавлять и высчитывать. Тут и так понятно, что с учетом того, что мы приобрели фейк, с учетом того, что система восстанавливалась и сбрасывалась, с учетом того, что наш защитный продукт несколько раз выгружался самостоятельно из системы без каких-либо предупреждений. И он легко выгружается любым фейком стандартным. Любая выгрузка приводит к тому, что объект уходит. И единственное, что он после себя оставляет, это блокировку интернет. То есть в интернет мы выйти не можем. Получается такая картина. Компьютер в полузаблокированном состоянии, заражен вирусами. Наш антивирус выгружается, блокирует выход в сеть. Если у нас нет никакого сканера, то мы не можем даже из сети загрузить сканер для того, чтобы просканировать компьютер. Вот эта манипуляция, которая блокирует интернет, честно говоря, мне до конца непонятно. Ну ладно, хорошо, если бы здесь была утечка каких-то данных и так далее. А то получается, что он просто блокирует на всякий случай интернет. Ну, мало ли что произойдет. Не то, чтобы сам обнаружил, что действительно есть какой-то опасный выход в сеть, и поэтому идет блокировка. Человек может остаться просто без возможности вылечить компьютер. Хотя бы элементарно, любым сканером. Ну и исходя из того, что у нас имеются некоторые блокировки, у нас неправильное распознавание файлов экза и так далее, получить положительную оценку за такое поведение невозможно. Фактически компьютер находится во внеработоспособном состоянии. Это все так, полумертвое состояние, которое уже несколько раз реанимировалось. В связи с этим, 0 баллов однозначно за процесс загрузки. Зловредов давайте протестируем, просканируем компьютер имеющимся Hitman Pro. Посмотрим глубину поражения. Начинается обнаружение. Программ файлов, своя папочка, здесь набор букв, работающий сервисный процесс, Trojan Win32 Downloader. Сусвов 64, работающий сервисный процесс, Trojan Win32 Backs Knock. Сусвов 64, работающий сервисный процесс, Trojan Suspect Crk. Диск C, суст, папочка, svhost, подделка системного, работающий сервисный процесс, Trojan Win32 Melix. Из папочки запуска работает компонент Trojan WinQQ Pass. Отсюда же работает Trojan Win32 Agent, Suspect Crk. Присутствует, но не работает. В папочке Update Local, Trojan Gen Her. Из папочки запуска работает Trojan Dropper. Идет на запуск, но пока не работает. Из темпа Trojan Downloader Win32 Andromeda. Далее, из папочки запуска работает Gen Win32 Process. Работает Trojan Spy Agent. В папочке Windows, svhost, exe, работающий. Trojan Dropper Agent, подделка системного, svhost, exe, еще одна подделка. У Windows и стемпа работает Backdoor Win32 The Host. Из папочки запуска работает Trojan Win32 Agent. Из папочки запуска работает Warm Win32 VB Inject. Работает Her Not a Virus Adewire. Реклама Win32. Далее, Update Roaming. Молва присутствует. Тулба. Не вирус, но тулба предупреждает нас система. Работает и запускается. User Administrator в Roaming Win32 Suspect Crk. Trojan Ransom Win32. Идет на запуск, но не работает. Администратор файл Realtek Win32 Suspect Crk. Идет на запуск и работает Update Roaming. Своя папочка пока определяется процесс Win32 Backdoor. Это подозрение на очереди для сканирования. Сейчас файл находится. Далее, Backdoor Win32 идет на запуск. Из папочки User Administrator. То в C. В Tempe присутствует Trojan Dropper. В Tempe Win32 VBNA. В Tempe Trojan Win32 Spy. И там же Gen Trojan Her. Далее, User Administrator Win32 Suspect. В Roamingе Trojan Worm Win32 VBNA. Идет на запуск. Старт меню программ Startup Trojan 32 Suspect Crk. Ransom Win32 Blocker. Не знаю, как мы будем перезагружаться. Возможно, процесс перезагрузки нормально не пройдет у нас. User Administrator Virus. Суслов 64 присутствует файл Backdoor Win32 GDO. Суслов 64 присутствует Win32 Suspect Crk. Там же присутствует Trojan Agent. В Tempe SMSS EXE. Подделка системного процесса Backdoor Win32 The Host. В Tempe присутствует Trojan Spy Win32 Agent. Там же SV HEST. Подделка системного Backdoor Win32 The Host. Подделка системы в Tempe тот же самый объект. Чек EXE в Tempe Windows Win32 Suspect Crk. Там же в Tempe набор букв файлик Backdoor Win32 The Ghost. В Windows своя папочка была создана. Подделка системного процесса Backdoor Win32 The Host. Работает сервисный процесс из папочки Program Files Backdoor Win32 Agent. Из Update Local Trojan присутствует Spy с Bot. Программ Date работает и идет на запуск Trojan Win32 Smiley. Администратор Application Date Microsoft идет на запуск Trojan Win32 Smiley. Идет на запуск из Microsoft Windows Trojan Win32 Smiley. Еще Smiley. Смайли здесь распространился он. Смайли. Windows System идет на запуск. Смайли работает и идет на запуск Trojan Spy Win32 с Bot. Update Roaming. SV Host EXE подделка еще в одной папочке системного файла черфи. Trojan Win32 патчер. Suswav 64 папочка драйвера. Trojan Win32 Smiley. Suswav 64 драйвера Smiley. Suswav 64 Winlogon DLL. Backdoor Win32 GDO. Дальше идет сноска на корзину, насколько я понимаю. Но этих файлов быть не должно. Темпе подозрительный. И дальше предупреждение AskBar присутствует у нас в темпе, но он видимо не установлен. Всего объектов насчитывается 65. Если по категориям говорить, то всего работает 19 сейчас на горячую процессов зловредных. Идет на запуск 11. И сервисных процессов в системе работает зловредных 5. Давайте выполним проверку. Так, здесь у нас что-то обнаружилось. Фиксируем. Выполняется интеллектуальное сканирование компьютера. Давайте посмотрим, что сможет найти наш защитный модуль. Учитывая, что у нас имеется работающими достаточно немаленькое количество объектов в системе. Обнаружен следящий куки. Tryon Pirate. Tryon Downloader. Две рекламных программы. Application Wide Smoke. Для информации просто. Две угрозы высокого риска. Версия программы остается прежней. Весь запуск зловредных объектов и сейчас сканирование проходит на старой версии, которая теперь уже не обновляется, естественно. И на старой базе 6.21.0.80. Заканчивается сканирование. Была обнаружена и удалена 21 угроза. Выполняем полную проверку компьютера. Начинается обнаружение дополнительных зловредных объектов. В процессе выполнения сканирования мы получаем Vsod. Какой-то один из процессов, который антивирус пытался определить или просканировать, был тесно связан с системой и что-то ему не понравилось. В итоге компьютер был сброшен и мы перезагрузились в том режиме, в котором есть. Повторять сканирование после этого я не буду. При старте программа заблокировала несколько процессов. Если посмотреть Kill Switch, то мы видим сейчас в системе находится 8 красных процессов, которые так и остаются работающими на горячую. Продукт работает, продукт подключен. Давайте просканируем компьютер Hitman Pro. Заканчивается сканирование. Hitman Pro находит 58 остаточных следов в системе и работающих в настоящее время на горячих зловредных объектов. Работает сервисный процесс Win32 Downloader. Из папочки Program Files с услов 64 работает сервисный процесс Backdoor Win32 Backs Knock. Работает сервисный процесс с услов 64. Троян Суспект КРК. С в хост экзе подделка работает сервисный процесс Троян Win32 Malix. Работает сервисный процесс с Program Files с Backdoor Win32 Agent. Из папочки Windows с услов 64 WinLogin DLL. Backdoor Win32 ГДО. С услов 64 работает Троян Дроппер Агент. Работает из Windows в своем каталоге Backdoor Win32 The Ghost. Из папочки Windows с в хост экзе работает Троян Дроппер. Аппликацион Дэйт Майкрософт Троян Win32 Смайли. Идет на запуск Смайли. Работает и идет на запуск из роуминга Win32 Суспект КРК. Троян Рансом Win32 Backdoor Блокер. Из темпа идет на запуск Андромеда. Программ Дэйт идет на запуск Троян Win32 Смайли. Microsoft с Майли, Windows с Майли идет на запуск Реалтек Win32 Суспект КРК. Из системы в Windows идет на запуск Троян Win32 Смайли. Администратор Backdoor Win32 Товси идет на запуск из роуминга Йококос. Троян Спай Win32 с бот. Присутствует апдейт Локал Троян Ген. В темпе Ворм Win32 Вебена идет на запуск из Windows. Аппликацион Дэйт Майкрософт Виндос Троян Win32 Смайли. В темпе присутствует Троян Ген. Уин32 Суспект. Уин32 Патч. Уин32 Тулба предупреждение. Из папочки запуска присутствует объект QQ-пасс Троян Win32. В роуминге Ворм Win32 Вебена идет на запуск программ стартап Троян Рансом Win32 Блокер. Уирус Агент присутствует в администраторе. Сус Вов 64 Троян. ПВС Win32 Аруфтор. Смайли. Рефросо Агент. В темпе пошли объекты различных наименований TheGhost. Бэкдо Win32 TheGhost. Троян Спай Агент. Сус Вов 64 Бэкдо Ван 32 TheGhost. Здесь идет остаточные следы в корзине. И предупреждение о Тулба. Вот в общем-то практически предыдущая картина. Нарисована за исключением некоторых объектов, которые были удалены нашим защитным модулем. Работающих процессов сейчас по мнению Hitman Pro 9. Идущих на запуск 11 и сервисных 5. Ну только за то, что Windows стартует, можно поставить 1 балл. Я оставляю в программе 1 балл за общее заражение. Хотя, конечно, фактически система достаточно серьезно поражена. И в настоящий момент навряд ли удастся что-либо сделать еще, как только не переустанавливать операционную систему. Или восстанавливать ее из копии, если такая имеется. Выполняем обновление программы. Ну что я могу сказать. Обновление программы не выполняется. Модуль, который отвечает за обновление, не запускается просто элементарно. Ну что ж, на этом все. Больше сканировать я ничего не буду. И проверять результат после обновления тоже. Потому что просто выполнить это обновление невозможно. Фактически компоненты не реагируют на требования пользователя. В завершении теста я могу сказать только одно. Этот тест был последний по данному продукту. И хотелось, конечно, увидеть более-менее нормальную работу. Которая бы говорила о том, что может быть и зря компания Samantek закрывает разработку и использование данного продукта. Что может быть у него есть потенциал для того, чтобы существовать и привлекать пользователей. Защищать наш компьютер. Всегда неприятно, когда какой-то продукт, тем более тот продукт, который разрабатывался немалое количество времени, уходит с арены и более не будет участвовать в защите персональных компьютеров. Продукт неплохо построен. У него интересные настройки. Очень много вариаций этих настроек. И, конечно, он имеет свой сегмент пользователей, которым нравится работать с таким продуктом. Тем не менее, по результатам теста я склоняюсь к тому, что, видимо, компания Samantek не зря принимает решение о закрытии этого проекта. Очень много недоработок и очень много некачественной работы увидели мы при проведении этого теста. Сейчас мы находимся в восстановленной операционной системе PC Tools Antivirus Free. Версия продукта 9.1.0.2.9.0.0. Установленные базы 6.2.1.0.80. Данный продукт я снимаю с тестирования. Это связано с тем, что платные продукты, защитные, которые присутствовали, они более не поддерживаются. Ну, а что говорить про бесплатный продукт, я думаю, что тем более он не поддерживается в настоящее время. Хотя, как вы видите, обновления к продукту пока еще идут. Скорее всего, продукт на автомате будет работать до того времени, пока не перестанут выпускать базы для платных продуктов. То есть, пока не закончатся лицензии на PC Tools Internet Security и прочие платные продукты. На сайте производителя по данному вопросу я не смог найти никакого ответа. Здесь есть ответы на общие вопросы, почему сворачиваются программы и так далее. Про бесплатный продукт ничего не говорится. Здесь имеется в виду только Internet Security, Spiva Doctor и Spiva Doctor with Antivirus. Причина, почему я восстановил эту систему и сейчас буду проводить процесс распаковки зловредных объектов в количестве 8300, это попытка проверить, как отреагирует данный бесплатный антивирус на сам процесс определения угроз. В настоящий момент продукт работает корректно, настройки выполнены на максимум, но здесь настроек не так уж и много. То, что касается бесплатности, то здесь в принципе все ограничено, используются полные базы, обновлены на период установки продукта. 6.21.0.80 и в настоящий момент их обновление заблокировано. Делается это путем предупреждения о новых базах, никаких блокировок автоматической загрузки обновлений в данной программе делать не приходится. Перед тем, как мы приступим к распаковке, я хотел бы продемонстрировать фейк, который мы с вами заработали при тестировании Internet Security, который я и обещал показать в виде фотографий. Выглядит этот фейк вот таким вот образом. System Progressive Protection называется. Внешний вид у него как у диск антивируса. Это все один и тот же подраздел. Меняются только названия и меняется конфигурация данных зловредов. Они становятся более агрессивны и более жестко действуют в системе. Тем не менее, места их расположения стандартные. Это Program Date и папочка, где указывается достаточно длинное цифровое наименование. Она находится в самом верху списка и ее очень легко обнаружить. Вот еще одна фотография. То, из чего состоит данный фейк. И демонстрирую, что в процессе работы фейк создает вот такой вот значок в виде замочка. Предупреждение, собственно, о том, что у нас все плохо. И выгружает из памяти все компоненты. В том числе и PC Tools Internet Security был выгружен из системы. Его просто-напросто в системе больше не существовало на момент работы фейка. Теперь давайте приступим к распаковке. С учетом того, что программа должна автоматически принимать решение по угрозам. Крайней мере, я выставил такую функцию. Может быть, будут задаваться какие-то вопросы по неизвестным или по угрозам, которые требуют вмешательства пользователя. Приступаем к извлечению на рабочий стол и вводим пароль. Начинается процесс распаковки. Открыта папочка. Запущен таймер. Несмотря на максимальные настройки, нагрузка в системе сейчас идет только на процессор и на WinRAR. Какого-либо процесса, который бы пытался что-то обнаружить, я пока не наблюдаю. Распаковка заканчивается. 8300 объектов все присутствуют в папочке в настоящий момент. И никакой нагрузки я не вижу. Объекты не удаляются и решения по ним не принимаются. Мы можем перемещаться по данной папочке. Никто на объекты внимания не обращает. Давайте выполним сканирование по требованию. Запускаем сканер. Продолжаем учет времени. Сканирование начинается. Открываем папочку, чтобы наблюдать за объектами. Программа обнаруживает угрозы. Нам остается дождаться окончания сканирования. Выставляя галочку автоматической фиксации. И посмотрим, как она будет справляться с удалением обнаруженных угроз. По крайней мере ясно, что на распаковку, даже в самом своем максимальном варианте, программа никак не отреагировала. И файлы эти не проверяла. Нагрузка на систему возрастает. Процессор 89. Основной работающий файл 81%. Заканчивается процесс обнаружения угроз. Было обнаружено 688 различных видов. 8278 инфекций выявлено. Здесь мы видим различные инфекции от высокого риска до самого низкого. Начинается удаление. 1% и файлы сокращаются в папочке. Сейчас времени прошло 15 минут 6 секунд с момента начала распаковки. Нагрузка на систему процессор 36. Основной работающий файл 24. Наблюдаем. Сейчас уже удалено 32%. Осталось 2900 объектов в папочке. Хочу обратить внимание на то, что объекты удаляются достаточно быстро. И никаких торможений, перезагрузок, зависаний в системе не наблюдается. Программа работает достаточно целостно. Операционные системы здесь одинаковые. Набор программ абсолютно одинаковый. Никакой разницы между предыдущей операционной системой и в данном случае работы бесплатного антивируса в данной операционной системе нет. Заканчивается процесс удаления угроз. В папочке остается 30 элементов. И еще ряд угроз был обнаружен в процессе работы. Фиксируем эти угрозы также. Заканчиваем процесс удаления угроз. Прошу еще раз обратить ваше внимание на то, что никаких изменений в этой программе бесплатной нет. Останавливаю таймер. Версия продукта 9102900. Версия антивирусной базы 6201080. То же самое, что у интернет секьюрити. Данная версия отличается только отсутствием ряда элементов. И несмотря на то, что она по идее должна быть ущербнее и по уровню гораздо более низкого качества перед платной версией, тем не менее здесь мы наблюдаем более качественную и быструю работу продукта. 26 остаток после сканирования. Да, продукт не работает на горячую, при распаковке реакции не было никакой. Но при сканировании остается минимальное количество зловредных объектов. Максимально было зафиксировано 89% на процессор и 81% на основной процесс. Хотя в период работы в принципе около 40% все держалось по процентам. Что касается общей нагрузки пиковой, то виртуальная память была задействована на пике на 966.02 МБ. Физическая память на 529.42 МБ. Никаких зависаний в процессе работы, перезагрузок и всего прочего мы не наблюдали. Продукт также не выгружался из системы и никаких предупреждений мы не получали о его нестабильной работе. Давайте просканируем объекты на предмет зловредности и самой программы, после чего обновим продукт и посмотрим за период обновления, что еще из этих зловредов может он определять. Выбираем сканирование по требованию, идем в наш каталог на рабочий стол, где располагается папочка распаковки и запускаем сканирование. Продолжаем общий учет времени. Были обнаружены еще зловредные объекты слабого риска. Выполняется обработка и были удалены угрозы, которые не относятся к этой папочке. Продукт сканировал также систему. Здесь угрозой низкого риска подразумеваются файлы, которые относятся к категории рекламных и файлов, используемых при работе с сетью. Сканируем Hitman Pro, оставшиеся объекты, 13 из них Hitman Pro считает зловредными. Запускается процедура обновления 235,9 мегабайта. Начинается загрузка обновлений. Заканчивается процесс обновления баз. Базы обновлены. Давайте посмотрим информацию. Антивирусная база версии 6.21.380. На настоящий момент это актуальная база, но обновлений программы естественно больше не будет, их нет. Давайте просканируем оставшиеся объекты при помощи нашего продукта обновленного. Обнаружение есть, дополнительные объекты обнаружены. Фиксируем угрозы. Угрозы удаляются и в папочке остается 22 файла. Это окончательное количество обнаруженных угроз с учетом обновления программы. Hitman Pro из оставшихся 22 считают зловредными 10. Что касается процента нераспознанных, то если учитывать 26 файлов, которые остались, как нераспознанные антивирусом, это составляет 0,31%. Если рассматривать 13, которые подтверждаются Hitman Pro, то это составляет 0,15%. С учетом обновления и того, что мы сейчас наблюдаем, 22 файла составляет 0,26% от всего количества объектов. И если рассматривать 10, которые подтверждаются Hitman Pro, то это составляет 0,12%. Проценты достаточно хорошие по обнаружению. Я считаю, что продукт показал себя очень хорошо. И с точки зрения сканирования, за вычетом недочета, который касается бесплатной версии, это невозможность качественно определять угрозы при распаковке. В данном случае мы не будем на это смотреть. Все-таки это урезанная версия продукта. А все остальное очень даже неплохие результаты демонстрирует. Остается выполнить попытку заражения. Все-таки я проведу этот процесс. 22 файла, не так много. Давайте попробуем запустить и посмотреть, как продукт будет реагировать на эти объекты. Загружается коммуникатор. Невозможно выполнить загрузку. Отсутствует DLL. Обнаружение среднего риска. Еще один коммуникатор. Intelligat обнаружил угрозу. Невозможно стартовать в 64-битной системе. Обнаружена угроза высокого риска. Заблокировано. Высокий риск. Блок. Попытка загрузить компонент. Давайте запустим. Пускай выполняется. Еще один компонент. Тоже запускаем. Высокий риск. Троян агент. Блок. В системе появляются зловредные объекты. Intelligat. Информация о обнаруженной угрозе. Невозможно стартовать в 64-битной системе. Невозможно стартовать. И остается еще два файла. BrandMower сообщает о том, что программа пытается выйти в общественную сеть. Запрещаем это ей делать. Ну и на этом все. Все, что можно было, мы запустили. Сейчас в системе присутствует 5 красных процессов реклама. 2 Malva. Win32 Agent. И Win32 SCA. Выполняем проверку компьютера. Проверяем еще раз наличие обновлений. Так, здесь у нас загрузчик созрел. Соглашаемся на установку компонентов. Предупреждение о том, что что-то здесь у нас не получилось. Winamp пытается установиться. Разрешаем. MagStorm. Еще один компонент. Устанавливается. Запускать его я не буду. Утилиты никакие не устанавливаем. Winamp установился. Обновления проверены. Никаких новых обновлений нет. Давайте выполним сканирование. Запускаем Smart. Сканирование быстрое. Интеллектуальное. Сначала выполняется сканирование процесса в памяти. Обнаружена угроза среднего риска. Троян ПВС. И выполняется удаление. Запускаем полное сканирование. При полном сканировании интернет секьюрити мы получили ПСОД. Давайте посмотрим, что будет здесь. Хотелось бы показать, что после того, как мы провели быстрое сканирование системы, интеллектуальное, у нас в памяти остается только один зловредный процесс. Троянваре в М32СКА. Заканчивается сканирование системы. Продукт ничего не удаляет, так как выявленные угрозы являются угрозами пониженного риска и рекламные сами по себе блоки. Давайте просканируем систему Hitman Pro, предварительно удалив 22 объекта, которые здесь имеются. И насколько мы наблюдаем, объекты удаляются. Это говорит о том, что ни один из этих объектов в памяти компьютера на горячую не работает. Запускаем Hitman. Программа обновляется. Начинается сканирование компьютера. Заканчивается сканирование. Программа находит 14 опасных объектов в системе. В темпе у нас работающий процесс. Подделка системного. Backdoor N32 The Ghost работает. Присутствует в Windows интернет файлах Trojan Win32 System Hijack. Это скорее всего мы запускали, загружали из интернета два объекта. Вот они нам и загрузились. Работает из услов 64 в собственной папочке. SvHost еще одна подделка, тоже Backdoor N32 The Ghost. В темпе два Trojan просто присутствуют. SMSS EXE. Подделка системного процесса не работает, но присутствует Windows в темпе. The Ghost тоже себя прописал туда. Еще один процесс, тоже The Ghost, тоже Temp. Здесь присутствует Crack.exe Win32 Suspect Trojan. В темпе присутствует Backdoor The Ghost. The Ghost. Spy Win32 Agent в темпе. В папочке Windows собственной директории Backdoor Win32 The Ghost. Еще один The Ghost, тоже системный процесс, подделка и все. Таким образом фактически мы можем наблюдать картину распространения в системе одного опасного объекта, который просто размножился и пытается себя прописывать, подставляя под системные процессы. Этот файл неизвестен как угроза нашему защитному модулю, а проактивные технологии не позволяют его отследить, к сожалению. Все остальное, что здесь присутствует в темпе, это не серьезно. Это просто файлы, которые распаковывались, но фактически не работают. У нас есть только два работающих процесса и они оба принадлежат одной категории зловредных объектов. Что же касается данного антивируса бесплатного, то здесь мы все-таки как пользователи теряем достаточно неплохой продукт, который мог обеспечивать нашу защиту. Я думаю, что достаточно на высоком уровне эта защита выполнялась.